Значит, Толя говорит, что таких папок не было у советских школьников? Нет, не правда. И у меня была такая папка. Это стали себе позволять, когда я учился в 7-8 классе, поскольку учебников было много, эти папки были дико раздутыми, иной раз их невозможно было застегнуть, но ты уже ходил не просто как пацан какой-то простой школьник с портфельчиком, а у тебя была папка, это было, ого-го, ты был не просто так, а еще можно было какую-нибудь примочку сделать, что-нибудь подвесить сюда. Мне сейчас стыдно вспоминать, но я это воспринимал, как же хулиганы, конечно, себе школьные позволяли прежде всего ходить с папками, чтобы тут висело еще что-нибудь. А я... Мы тогда выписывали литературную газету, это было вообще святое, там была рубрика «12 стульев», на которой был изображен этот златоустовский чертик, знаете, Каслинская фигурка, она еще была мотная очень, стоит такой дразнящий. Я этого чертика перерисовал оттуда, увеличил... Так, как же... А я не помню, чем я его увеличил. Рисунок вот с такого до такого размера. И я этого чертика, первой дразницы, нарисовал вот здесь на своей папке. И это было... Ни у кого такого не было. Господи, какими же глупостями мы занимались. Ну, конечно, это пресекалось. За это ругали, это запрещалось. Нужно было идти все-таки с портфелем, как положено всем. Ну, в конце концов, стихия победила. Стали, ну, так, смотреть, какой спасен, потому что школьник ходит с таким... С такой папкой. Ну, а ближе к концу школы уже просто книги не помещались. Все-таки перешли обратно к сумкам. Первое, конечно, что у меня в портфеле появилось, пенал. Надо сказать, что на меня это производило сильное впечатление. Это коробочка с выдвижным ящичком. А там у тебя лежит ручка с пером. В мешочке ты носишь чернилку. И только мы успели научиться писать перышком, как это делали 100 и 200 лет назад, как тут появились сначала более-менее доступные автоматические ручки. И только за хорошую успеваемость тебе могли разрешить пользоваться такой ручкой, а не макалкой. А потом появились шариковые ручки. Это была революция. Это было заграничное изобретение. Но считалось, что она портит почерк. И только тому, кто хорошо уже пишет, без помара, и учится на отлично и хорошо, тому разрешалось писать шариковой ручкой. Только в порядке исключения. И уже ближе к концу 60-х годов уже шариковая ручка стала массовой. Ее делали умельцы из материала. Вот это был шик. Мне стыдно вспоминать. Вот это вот считалось шиком. Вот это вот здесь вкусное запускное изделие. Это тоже считалось шиком. В общем, слава Богу, у меня такой не было никогда. Зато у меня была одно время настоящая заграничная щелковка, ручка, которая прослужила мне один день всего. И там и в школе у меня ее украли. Вы не представляете, какая это была для меня традиция. Настоящая трагедия. Я просто в слезах пришел домой, так и не нашел. Да, вот можно было рыдать из-за пропавшей шариковой ручки. Логарифмическую линейку я, как следует, до конца не освоил до сих пор. Но она теперь и не нужна. Так самое главное, могли в ней разобраться. Вот этот вот бегунок. Здесь уже дешевенький, уже такие массовые пошли. В конце концов из-за стекла. А были в металлической окантовке. Там осенькое стеклышко. На нем сделана рисочка темная такая. То есть это было настоящее произведение искусства. И еще кто, какой-то математик придумал эту логарифмическую линейку? В каком веке? Вот это вот из эпохи чуть не средних веков пришедшая штука. Вот она служила нам до 70-х годов. Таблицы с расчетами покупали. Маленько я попробовал на ней работать. Что-то освоил. По большей части не понял. Все так она у меня. Она больше не пригодилась. Вот и было целое производство логарифмических линейок. В каком году она прекратилась полностью? Не знаю. Загадка истории. А вот интересно, кто-нибудь может сказать, когда полностью прекратилось изготовление логарифмических линейок? Может быть, никто и не скажет. Но вот загадка истории. Интересно. Котовальня. Тоже сейчас ушедшая из жизни вещь. Это тоже было такое произведение искусства карманное. Бархатом изнутри выстеленная коробочка. А там в специальных гнездах лежат все циркули и все эти штучки. Это уроки геометрии на них чертил. Ну, обычно обходились такой козьей ножкой, примитивной, как у Чапаева. У меня тоже такая была и есть. У меня здесь козья ножка. Как мы тебе вам потом покажем. Туда карандаш вставлялся просто. Как грубая металлическая нога со вставленным карандашом. Ну, тот, кто серьезно относился к учебе, он, конечно, ходил в уроке геометрии и физики, вот такой готовый, с этими циркулями. То есть, это же тоже произведение искусства? Так сейчас и ты понимаешь, что это было настоящее произведение искусства. Да. Как начинаешь снять вещи с течением времени. Да, вот еще один образец кичи, который меня восхищал когда-то. У кого-то из школьников была такая шариковая ручка в виде ружья. Здорово, да? Такая штука, красотища. У меня не было. В принципе, как хорошо, что не было. Какая-то вещь, которая никогда не устареет, наверное. Хотя, кто его знает, может быть, тоже устареет. Ну что, брат Пушкин, знаешь, как времена-то меняются, а? Да. Так. 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 Так.